Ну здравствуйте, мои дорогие. Сегодня будем готовить крем-суп из брокколи. Брокколи я не очень люблю, поэтому положу туда не только эту капусту. Итак, начнем. Я Ола. Берем для начала брокколи. Нужно не резать вообще. И в кастрюлю. Немножко измельчаем, чтобы он быстрее сварится. Морковка. Чистим. И режем. В кастрюлю. Корень сельдерея. Тоже чистим. И тоже режем. Совершенно не обязательно это делать какими-то частями, которые одинаково сварятся. То есть мы все это переварим. Сельдерей. И немножко лука-порея. Обязательно разрезаем даже белую часть. Может быть песок. И заливаем это все водой. Наполняем кастрюлю на треть или на четверть. У нас не было слишком много влаги. И нам не пришлось ее удалять. Закрываем крышкой и отправляем на огонь. А чтобы это было хоть как-то вкусно, сделаем сухарики или крутоны. Да, выглядит достаточно амбициозно, но внутри это мелкозернистый белый хлеб, который нам очень подойдет. Это вариация на тему бретцеля. То есть вот такого вот рогалика. Кстати, очень вкусные. Вот здесь можно увидеть, насколько у него мелкозернистая фактура. То есть делаем из этого всего достаточно мелкие кубики. Да, если будете брать ту же булочку, убедитесь, что она не сладкая. Иначе получится... Но не так вкусно. Будем жарить. Ставим овощи на плиту. Тем временем занимаемся крутонами. Ставим на плиту сковородку. Добавляем хороший кусок сливочного масла. Это будет почти единственный жир, который будет находиться в нашем супе, поэтому масло можно не жалеть. Когда масло растопится... Солим. И добавляем наши кубики. Сразу же начинаем мешать, чтобы они как можно больше, более равномерно впитали в себя масло. Ммм, какой пошел запах. Солить не обязательно. Я посолил для того, чтобы крутоны были чуть-чуть солененькие, чтобы у них было чуть больше вкуса. Жарим это все до золотистого цвета. Ну, я имею в виду ту часть, которая осталась белой. Впрочем, никто не мешает вам пользоваться и лопаткой. Они уже стали сухими. Когда сухарики поджарились уже вот до такого цвета, выключаем под ними огонь и продолжаем мешать. Это можно было бы положить в блендер, можно взбить его таким. Если бы мы хотели получить просто густой зуб, этого было бы достаточно. Но мы хотим получить крем-суп. Поэтому это все мы будем в любом случае еще и перебивать через сито. Берем новую кастрюлю. Берем сито. Вот здесь хорошо видно, насколько сильно отличается, да? Вот посмотрите, какой он однородный, какой он нежный, глянцевый и красивый. Но это еще не все. Теперь ставим наш уже почти готовый крем-суп снова на плиту. Тем временем берем перец. Черный перец всегда очень хороший. Но не слишком много. И теперь добавляем в наш суп. Обычно добавляют сливки. И сюда же кладем обычный бульонный кубик. Это все можно было бы сделать на бульоне, но мне кажется, это того не стоит. Это уже крем-суп, поэтому его надо помешивать. Если получился слишком густой, можно развести, да, в общем-то, той же водой. Или тем же бульоном, если вы приверженец а-ля натурель. Когда суп хорошо прогрелся и начал пускать бурбашки, добавляем перец. Специи вообще не должны готовиться слишком долго. Они от этого меняют вкус. Поэтому всегда их добавлять лучше ближе к концу. Густые супы лучше мешать лопаточкой, а не ложкой. У меня плоская поверхность, и мы не даем пригорать. Вот теперь его самое время попробовать на соль. Вкус. Да и все остальное. Варить его не надо. В принципе, когда начал закипать, он готов. Насыпаем. Осталось только добавить наши крутоны. В этом супе достаточно много овощей, поэтому пряных трав он не требует. И у него очень нежный вкус, поэтому они их забьют. То есть, берем только для украшения. Вуаля! Наш суп готов. Получился очень простой, нежный, сытный и аппетитный супчик. И готовьте с удовольствием. А кушайте с аппетитом. До свидания. Я пола.